Интеллектуальные игры, спортивные соревнования, познавательные лекции. В Волготехе с размахом отметили день российского студенчества. В этот день можно многое. Позволено даже выпить безалкогольные медовухи, которые наливал проректор вуза. Подробности в нашем материале. Традиции отмечать праздник студенчества «Татьянин день» уже два века исполнилось. Все эти годы он проходит с особым размахом. Своя история праздника сложилась и в Волготехе. В домовом храме святой мученицы Татьяны прошла праздничная литургия и подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между ПГТУ и Марийской митрополией. Мне от имени ректоратор очень приятно вас угостить традиционным русским студенческим праздничным напитком. В этот веселый, замечательный праздник молодежи. Вот она, медовуха, одно из главных угощений к традиционному празднику студенчества. В этот Татьянин день в Волготехе она безалкогольная. Ароматного напитка хватило на целую аудиторию студентов. За Поволжский государственный технологический университет, за российское студенчество и за Российскую Федерацию. Ура! Сегодня все студенты Волготеха соединились в едином порыве со всем студенчеством Российской Федерации. Мы проводим самые масштабные мероприятия по всей республике. На всех площадках это и арт-квесты, и научные мероприятия, и все активности, которые так или иначе могут быть интересны нашей молодежи. От сессии до сессии студенты живут весело. Это распространенная в студенческой среде поговорка в полной мере. Относится к тем, кто вместо пары зачетов в этот день собрался решать логические задания в рамках квеста. Организаторы при составлении заданий сделали упор на историю вуза и научные разработки ученых. Селфи на фоне снегоходного беспилотника под названием «Белый кот» – одно из заданий квеста. Ведь это не просто инновация, а гордость вуза. Он без риска для человека может удаляться от базы, проводить разведку и исследования, доставлять грузы, инспектировать территории, например, Арктику. Вузи считают, что знать о таких разработках должен каждый из 10 тысяч студентов, обучающихся здесь. Волготех открывает новые возможности перед каждым. Бакалавриат я закончила по направлению экспертизы управления недвижимостью. После этого я решила, что я хочу узнать еще что-то новое. И пошла на технологические машины и оборудование направления. Мой профиль заключается в том, что мы занимаемся проектированием для авиастроения. А еще в Татьянин день в Волготехе студенты показали свое кулинарное мастерство. Мы решили, что это закуска. Мы готовы мини-бутерброды и мини-гамбургеры. И смогли посетить научно-популярный некоммерческий проект «Курилка Гутенберга». Открытые лекции о науке – актуальный эксперимент. Спектр тем невероятно разнообразен. От классической философии до рассуждений на тему будущего университета. Наш университет, который признан ведущим инновационным вузом России, дает очень богатые возможности студентам. И мы хотим, чтобы студенты выходили из стен нашего учебного заведения не только высококлассными специалистами. Мы хотим, чтобы наши ребята имели активную жизненную позицию, которую в дальнейшем применили бы для развития нашей республики Мариэл и Российской Федерации в целом. День студента – вообще хороший повод поговорить о высшем образовании в регионе. Успех любого вуза, безусловно, напрямую зависит от востребованности его выпускников на рынке труда. Для Волготеха, вуза, который вошел в число победителей приоритетного проекта, вузы как центры пространства создания инноваций – задача номер один сегодня – готовить не только грамотных управленцев, но и кадры для реального сектора экономики. Получив и федеральную, и республиканскую поддержку, ПГТУ становится университетским центром инноваций и основой для социально-экономического развития республики. Вуз готовит профессионалов всех уровней для ведущих предприятий и организаций России и мировых корпораций. Выпускники ПГТУ находят достойную работу, а главное – свое место в жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова